Что вы делаете? Играйте в игру. И я хочу, чтобы все услышали следующее. Никакое количество сделек никогда не сможет сделать вас богатым. Потому что как только вы выйдете на новый уровень, вы поднимете ставки. В этом, казалось бы, есть плюс, продолжая расти во всех областях своей жизни. Вы можете вырасти в эмоциональном плане. Должны ли вы этого делать? Да. Если вы можете отдавать больше, должны ли вы? Развиваться в интеллектуальном плане? Должны? Дарить больше любви? Должны? Да. Если вы можете вырасти финансово, должны? Да, потому что рост – это жизнь. Но необходимость вырасти, чтобы почувствовать себя достаточно важным, означает, что вы всегда будете оставаться бедным. Эта игра в туре нет конца, я расскажу вам одну историю. Жил-был один великий король. Он чувствовал себя величайшим королем из всех. Так что он хотел просто развиваться. У многих королей по одному королевству. Ему хотелось два. И в конце концов, ему же нужно пару мест, куда можно поехать. Так что он построил второе королевство. И какое-то время он был готов, доволен неделю или месяц, пока не поехал посмотреть на свой дворец. Но удовлетворившись, он подумал, спустя какое-то время, может, мне нужно третье королевство? А что мне делать? У меня и так уже два королевства. И в один день нашелся ответ. Король услышал о необычайном монахе. Этот монах носил лишь набедренную повязку и простыню. Ходил из города в город и лишь рассказывал людям о том, во что верят, о Боге и о счастье. И все, что у него есть, его простыня, и все, что он ест, еда. Он накормлен и все в порядке. Ему нечего бояться, он ощущает себя крайне богатым человеком. Есть у него один предмет, который он любит. Это подарок его семьи, небольшая лампа, как лампа Алладина. И король слышал, что если потереть эту лампу и просить ее о чем-нибудь, то в отличие от лампы Алладина, которая дает это, эта лампа дает в два раза больше, чем он попросил. И король пришел в восторг. Одно королевство может стать двумя, он говорит. Приведи мне этого человека. Он попрошайка, он не нуждается. Я могу добиться от этой лампы большего. Что он делает? Он зовет и просит. Конечно же, монах приходит. И вот кто-то приходит, кланяется королю. Вы восхитительны, вы построили два этих дворца, а не красиво, они изумительны и невероятны. И король отвечает, нет-нет, очарован тобой, ты путешествуешь с одного места в другое. Своего дома у тебя нет. Ты просто останавливаешься там и тут, путешествуешь и встречаешь новых людей. Как ты выживаешь? Я люблю людей, я делюсь с ними мыслями. А люди делятся со мной. Когда ты любишь, то все получается. Но у тебя ничего нет, кроме набедренной повязки и простыни. Что-нибудь еще? Да, у меня есть та лампа, мне дала ее моя семья. Она очень красивая, я ее люблю. Она не такая уж и ценная, но для меня она много значит, потому что это подарок, и она красива. Но это же большая лампа, чтобы таскать ее везде, неудобно, у меня есть связка фонарей. Они намного меньше и ярче, тебе будет легче ходить с ними. О нет, не беспокойтесь. Нет, я правда хочу дать тебе что-то получше. Пожалуйста, отдай мне свою лампу. Простите, господин, пожалуйста, это такая честь для меня быть здесь с вами, но это личный подарок. Он мне дороже всех денег и того, что он делает. Тепла, солнца, но того, что он делает. Вся ценность лампы в том, что это подарок. Но мне действительно нравится твоя лампа, господин. Я бы никогда не отказал вам, но я должен сохранить целостность своих взаимоотношений. Мне пора. Поклонился, ушел, монах еще до того, как король успел ответить, и король пришел в ярость. Как он посмел отказать мне в том, что я хотел? Как он посмел забрать у меня то, что могло дать мне в два раза больше того, о чем я просил? Только представьте, каким примером я бы мог быть, сколько добра я бы мог сделать и показать людям. Эта лампа ему не нужна, он беден, даже не просит лампу ни о чем. Если просил бы, у него было бы две простыни. Две набедренные повязки. И что бы это сделал, это бы изменило мир. Нет, лампа нужна мне. Король показал в сторону ушедшего монаха, повернулся к руженосту и сказал, отберите у него лампу. Монаха нашли, избили его и украли его лампу. Теперь король пришел в настоящий восторг. Он приказал всем уйти. Зашел в свою гигантскую спальню во дворце, которая была больше, чем замки многих других людей. Он садится, трет лампу и говорит, «О, великая лампа, дай мне 100 золотых монет». А лампа отвечает, «О, великий король, конечно!» «Ну почему 100, почему не 200?» Король обрадовался. «Да, это правда!» Она удваивает. Он говорит, «Хорошо, дай мне 200 золотых монет». «О, король, зачем 200 монет?» «Когда такой король, как ты, мог бы иметь 400!» И тогда король говорит, «Ладно, дай мне 1000 золотых монет». «А почему не 2000, король?» «Хорошо, 10 тысяч. Зачем не останавливаться на 10 тысячах?» «Почему бы не взять 20?» «Хорошо, дай мне 100 самых прекрасных женщин». «А почему не 200?» «А не найду, чем вас занять». И так продолжалось долгими часами на протяжении всей ночи. И король продолжает хотеть большего и все сильнее. А лампа продолжает расширять его воображение. Он считает, «Боже мой, как я мыслю!» «Может быть, еще больше!» И так продолжалось три дня и три ночи. Король запер все двери. Никтого не было, только он и его лампа. И в результате он проголодался и умер от голода. Таков и конец истории. Есть кто-то, кому прямо сейчас можете быть ментором, можете изменить его жизнь эмоционально, психологически. Вы знаете, что можете больше. Да. Тогда не нужно ждать, чтобы быть богатым. Станьте богатым. А потом обретете и финансовую независимость в том числе. Озвучил Ваня Сенечев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Также буду рад видеть вас в своей группе в ВК. Спасибо. Спасибо.